Приветики! У меня сегодня съемка. Конфеты с мукчем. На наш хмельницкий канал публики Инстамама. Ну я, конечно, чуть Ютуб-мама. Еду к своей Танюшке. Он мне сделает красивый мейк и подкрутит мне две мои волосинки. Очень волнуюсь. Сейчас возьму с собой пару таблеток валерьяночки, так, чтобы чувствовать себя хорошо. Обсыпала прыщами. Просто страшно выкинула прыщами. Сейчас Танька, я не знаю, путь колдует надо мной. Ехала в маршрутке на тренировку. Мне подсела женщина. И она так очень, ну, так интересно. Я даже не поняла. Оказывается, это ее дочка Маша меня смотрит. И мама тоже, получается, меня смотрит. И она очень так вежливо со мной красиво поговорила. Я прям не то, что засмущалась, а поплыла. Маше и твоей маме огромный-огромный привет. Так приятно, когда тебя люди на улице узнают. Вроде ты никого не знаешь, а тебя уже знают. Это волнительно. Потому что, как я сказала, машина поломанная. Я катаюсь успешно на маршруточках. Я уже почти знаю все маршруточки, куда я ка едет, как и раньше. Ну что, встретимся у Таньки на студии. Пое утро выбирала, что одеть. И не придумала ничего лучше, кроме платья и балетки. Не буду одевать каблуки, так как мне потом надо будет пешком еще валить. Короче, все по делу, знаете. Блогер в теме. Пешкарусом. Вот пухла, но вчера столько выпила воды после тренировки, так что ничего страшного. В общем, цыганка Сейра идет давать интервью. Жду Танюшку. Без 12 минут. Я ненавижу непунктуальных людей. Я очень пунктуальная. Я приду всегда раньше, на 10-15 минут. Что-то я такая запухшая. Как будто себе делала мезотерапия. Что-то типа того. Я ехала в маршрутку, только села, а то она пила кофе. Хотела прикол рассказать. Я, кстати, заметила, вот я села на маршрутку. Всегда, когда я прохожу возле какой-то пары молодой, всегда, бабы начинают резко своих мужиков к себе приворачивать и начинают при мне целоваться. Это прям какая-то карма моя. То есть я, где не иду, все меня увидят, начинают сразу целоваться со своими пацанами. Типа, я не знаю, это что. Или ему глаза замылить, или что. Типа, ну, я вообще не иду, что там не виляю задницы, не соблазняю всех мужиков, понимаете, по району. Почему-то, видя меня, сразу начинают целоваться. Поэтому мне, вот я вот сейчас на маршрутке ехала. Пока стояла на остановке, одни лизались, вышла с маршрутки. Вторая тоже меня увидела, начала лизать. Пока я дойду до Танькиной, у этого манифеста, наверное, с человека четыре под десном пройдутся. Танька звонит, говорит, типа, ты где? Я говорю, сейчас подойду. Она говорит, то что ты блудишь? А я говорю, во-первых, я звезда. У меня сегодня на телевизор пригласили. Я езжу на маршрутках, жду своего визажиста. И вообще чувствую себя такой успешный. Я декаю. Давай доставай чепуху. Зараз лепим по 50, но нет. Место так тут прям удобно. Дуже красиво. Да, ну на ту лавку седати? Интересно, мне на интервью лампу поставят, и так я лучше выгляжу. А прыщами посредо меня вскинула. А тут такой жирный, я его уже четвертий день давлю, и он так, знаешь, набирает, набирает. Я даже вчера волосики, вишь, покрасила. Они сейчас так хорошо выглядят. Красочка. Там, может, ушки дай, трошки сене тут, и там закроешь их. Ты готова? А что там за полоски? Это мой татуаж не выбитый, да, его консилером замазывают. Так что у меня сюда чуть-чуть консилера побольше, просто у тебя свет хороший. Я с дома выходила, их не видела. Берем тон, мейкап форевр. Место Алиэкспресса, если что. Буду смешивать два оттенка. Сделаешь меня чуть смугловатую? Ну, чтобы под мой образ, чтобы я уже была прям вообще вся в кураже. Конечно. Кисточки все чистые, не так, как у Андрея Петрова. Красить меня ватной палочкой не будешь? Не. Лайфхак, лайфхак. Лайфхак дашь от прыща, как вот его можно в домашних условиях закорректировать. Вообще-то у меня пусть прекрасная. А я то нанесла, это не красная, а рыжая. Просто пробую. Прошу мне еще контурейшн носа, чтобы показалось, что у меня ринопластика. Все зробно. Чтобы меня снимали прямо, скажу сбоку меня не снимайте, у меня носа рлинный. Все, образ довершен. Брови вывели ровно, губы красные, платья красные, декольте, все по лайту. Сейчас сережки не забыла надеть. Пуцкий локон. Вот так вот. Просто укладка. Просто укладка. Ну и нормально. Это легкая накрутка. Да, пойдет. Как раз там мою лысину спрятали, видите. Кажется, что у меня там целая копна растет. Все благодаря шампуне. С этой будяк, чем-то в голову мою, с будяком. Короче, шампунь-будяк. И у вас будет шикарный волк. Будет на заставке на бигборде Таниного нового салона красоты. Так что, даже с такого можно сделать. Выходите на макияж. Я снимаюсь на кольцевую лампу. Ну, хорошо, конечно, такая подсветочка. Свеженькая роза сонаты саджо. Теперь надавились на забор и ести сливу. Помнишь, как в этом фильме? Бедная роза. Ну, классно. Такая шикарная женщина ездит на маршрутки. Берем прямо на капец эти маршрутки. О, монталь. Свит пиони. Нежная пиона. Такие отливающие. Да. Кстати, если не знаешь, где их заказать, то Танюшка торгует ними. Оригинальные духи на распив продает. Отбрезевает. Отбрезевает. Если отбрезевает, то распив. Распиванты называется. А если отливать, бомонталь откручивается, то отливанты. Оригинальные, от 5 миллилитров. Танюшка, привет. Минимальная реклама. Девочки, кстати, если хотите тоже духи, я уже вам говорила. Ссылочку оставлю в описании. И Танюшкин инстул. На макияж. Я волноваюсь. Главное сейчас не упасть лицом в грязь. Я Таньке говорю, если бы мне налили сейчас баконечку в грамм со 100, я бы рассказала многое. И чувствовала бы себя очень даже превосходно. Таньке, может выпить и 50 грамм, говорю, для храбрости. Таня говорит, тут как раз разливай-ка рядышком, заходи, такая шикарная женщина. Мне 50 и лимончик. Сейчас инсульт славлю. Ничего переживать, правда. Такая Тара Торкина. Я пришла, собираюсь с мыслями. В общем, было все достаточно лаконично, все было просто. Сначала я, конечно, стеснялась, но мы предварительно пообщались, потом я уже чуть раскрепостилась, мы начали интервью. Столько теперь волнуюсь, как оно выйдет, как интересно его понарезают, потому что, в принципе, я довольно нормально отвечала на вопросы, как мне кажется, но когда я привыкла сама с собой работать, понимаете, сама себе ставлю вопрос, сама себе на него отвечаю, потом я это все монтирую, что надо удаляю. Очень волнительно, когда это кто-то будет делать другой. Я не знаю, в каком ракурсе я сидела, я, конечно, пыталась ровненько, но у меня постоянно распорка открывалась на платье. Мила побеседовали, то есть было очень-очень так, легко, я бы это так назвала, да. Передача должна, в принципе, быть на следующий вторник. Конечно же, она также будет на YouTube, я оставлю вам ссылочку, но это будет уже через неделю, также ее, наверное, можно будет посмотреть онлайн. Я, может быть, даже, скорее всего, буду, когда снимать эту передачу, выйду в прямой эфир и мы будем вместе как бы ее снимать и буду отвечать на ваши вопросы. Так было бы прикольно тоже сделать. Уставай, очень волновайся, но я очень прям, у меня сейчас столько эмоций, но опять же скажу, я очень много болтала, я нереально много говорила, я не то, что хотела срезаться технично с темы, я просто хотела за 17 минут рассказать всю свою жесть, понимаете, чуть ли не когда я родилась и еще вперед, что я там мечтаю. У меня это было очень приятно, для меня было так важно, потому что буквально полтора года назад я смотрела тоже передачи наши девочки, блогеры из Хменицкого приходили на это интервью, и я все думала, блин, а что меня никто не приглашает, просто у меня действительно, я же больше YouTube-блогер, а не Instagram, и сейчас очень актуально раскручивать именно Instagram, и все считают, что вот Instagram, а это не мой профиль, и я, честно говоря, не особо люблю Instagram, я сегодня пообщалась с ними, мы обнялись, обменялись любезностями, конечно же, я даже забыла с ней сфотографироваться, я вылетала как ошпаренная, мне надо было сразу как-то успокоиться, выдохнуть, расслабиться, ну опять свою зону комфорта, для меня это было очень волнительно, у меня сначала сердце вылетало, но потом, конечно, стало легче, ну очень, это в первый раз, конечно, каждый человек в первый раз волнуется, но для меня это так приятно, вы бы знали, я, это прям какая-то еще одна галочка, знаете, в моей жизни, пусть это будет просто интервью, пусть оно будет там, ну, не на STB-канале, да, типа, но это все равно уже такой приятный, приятно, вот знаете, приятно, Олег пришел, даже ничего мне не сказал, я пришла домой накрашена, накручена, красиво, пахнюча, что там, все хорошо было, я говорю, да, все было хорошо, то хорошо, то, то, и такой, я такая, капец, не, ну мы перекинулись, конечно, пару словами, типа, там я сказала, про что меня расспрашивали, как я отвечала, он, да, да, типа, да, ну это потом еще будем с ним сидеть, смотреть передачу, он будет сначала с тобой посмотреть, а потом вместе с ним, ой, я уже успела даже помыть пол, успела попылесосить, поставила вариться суп, потому что, ну, домашние дела никто ж не отменял, ой, и еще у меня сегодня, ой, даже, наверное, я уже завтра пойду на тренировку, кстати, очень круто, мне тренерша моя подсказала, я, например, нижний пресс качаю сто раз с утяжелителями, для меня это вообще, типа, light, обыкновенный пресс, и у меня постоянно, я говорю, вот я уже столько его тарабаню, бегаю, да, а у меня никакого результата нет, она говорит, потому что ты уже, типа, организм привык, и у тебя, ну, уже не будет, попробуй боковые мышцы, я уже, наверное, в следующем ролике, завтра у меня уже будет больше времени, я сниму уже более что-то такое, потому что я уже реально давно ничего не снимала, вы уже за мной соскучились, и я за вами безумно, а на мне боковой пресс, просто, лежишь ровно, вот так, типа, руки расставляешь, ноги вместе, и вот так на боковые, ноги, я по 10 раз на одну сторону еле сделала, я так пыхтела, у меня до сих пор ребра болят, понимаете, я теперь поняла мою большую ошибку, я всегда делала одно и то же, а это уже не приносит никакого результата, и для того, чтобы был результат, нужно делать новые упражнения, поэтому она мне очень круто подобрала комплекс, буквально 15 минут каждый день, ну, помимо тренировок, именно, чтобы прокачать косые мышцы живота, возможно, у меня даже талия когда-то появится, ой, я сейчас очень с восторгом хожу на тренировки, прям балдею, в инстаграме уже есть мои фотографии, какая я симпотная была, я вам сейчас тоже вставлю, попросили, чтобы я пришла к своей Танюшке, и она полностью показала мастер-класс вот этого макияжа, вам может казаться, что это не особый макияж, ну, так, если там всякое, но это очень полезно, она меня сегодня одним мазала, вторым, третьим, пятым, десятым, я считаю, это будет очень круто, просто, да, себе что-то умное, новенькое услышать, я вас всех очень сильно люблю, целую, завтра обязательно сниму еще один ролик, пока!